Вчера Нелли Ермолаева ответила согласием на предложение Никиты погостить у него в городской квартире. Она считает, что это поможет ей разобраться в своих чувствах. А остальные недоумевают, ведь совсем недавно Нелли очень нелестно отзывалась о Никите. Хочу начать новую жизнь. С Никитосом. Я не именно просто с Никитосом говорю. Я хочу начать новую жизнь в городе. У меня там наполеоновские планы, понимаешь? А может быть, что-то и получится. Ты что издеваешься? Ты Никита вообще говорила про него вообще какие вещи? Что я? Какие я говорила вещи? Мне говорила, фу, ты посмотри на его фигуру, он у жопа такая. Ну и что? И дальше что? Я тебя не понимаю, Нелли. Я тебе серьезно говорю. Я не понимаю, почему ты, во-первых, так агрессивно настроена сейчас. Так я не агрессивно настроена. Во-вторых, я тебе серьезно говорю. Я тебя не понимаю в этом. Вот как ты поступил, я тебе не поняла. Я тебе честное слово говорю. Ну понятно. Если бы ты мне объяснил сейчас, вот не нападал на меня, объяснил бы мне нормально, может быть, я поняла. Слушай, я не нападаю, я еще раз говорю. Ты не слышишь меня? Я еще раз говорю. Я хочу начать все с чистого листа. Я хочу отдохнуть, понимаешь, от этого всего. Просто. Никитос там живет припевающе. Я тоже хочу так же жить. Мне эти морды уже надоели. Здесь мне никто не верит. Все на Нелли там играют, еще что-то. Хочу другую жизнь начать. Ну, естественно, я не хочу находиться пока здесь, потому что я хочу забыть... Отдохнуть от потных ручек Влада Кадони? Ну, можно и так сказать. Ой, я это представила сейчас. Нет, устала от запаха рыбы? От запаха тапочек? Нет, Нелли, ты просто сегодня говорила, давай будем честны. Ты говорила, что все рожи на поляне тебе здесь надоели. Тебе здесь все противны. Ты хочешь уехать в город? Не то, что все противны, но надоело. Хочу переехать в город. То есть Никита это просто некий проводник? Нет, нет, почему? Мне Никита интересен. Нет, послушай, давай быть честными. Вот что ты первая сказала? Надоели рожи, хочу в город. И тут появляется паромщик в виде Никиты, понимаешь? С одного берега на другой. Просто интересно, его рожи сколько ты готова терпеть в городе? Пока он паромщик, и денег за проезд не берет, готова терпеть. Слышали? Нет, у нас у всех рожи. Опа, услышала звон? Да, не знаю, где он. Нелли. Слушайте, я не могу сказать про срок. Что ж такое-то? Ну, поживем, увидим, как надоест. Никит, ну ты собираешься уже пойти по магазинам с Нелли, купить ей профилерию легкую какую-то? Конечно. Тебя вообще все эти вещи устраивают, да? Я так понимаю, что Нелли переезжает к тебе просто от того, что он мне сам предложил свою помощь. А, ты сам предложил. Так ты нам расскажи, Никит, разве наши сомнения. Если не будет уже, начиная там с сегодняшнего, завтрашнего дня, никакого развития у, как вы сказали, пары Нелли и Никита, то есть Нелли не станет мне ближе ни на грамм, то Нелли в срочном порядке обратно к рожам депортируется. То есть это что, какой-то ультиматум? Либо вы сегодня станете близки, либо ты отправишь Нелли обратно? Нет, это не ультиматум, это такое правило. Слушай, подожди, подожди. Вот тут я хочу разобраться. Что это за такое правило от Никитоса? Правило такое, что это моя квартира, это мой дом. Я туда кого хочу, того и приглашаю. Вожу еще раз. Если этот кто-то не соответствует каким-либо моим нормам, которые я же... Какие нормы? Давай, расскажи, что за нормы. Чтобы Нелли знала, куда ей... Чтобы... Мне важно, чтобы была перспектива. Нелли мне симпатична внешне. Внутренний мир, я ее не знаю ни на грамм. Если человек мне не станет ближе... О чем можно говорить? Мы, во-первых, разговаривали с ним давно уже. Я, честно говоря, вообще нажигает неискренность этой бабенки, которая буквально два дня назад говорила о том, что ее тошнит от него. И о том говорила, что все призывало, что девочки... Да он такой подлый. Когда его показывали, она говорила, фу, Никита, как только стал вопрос, чтобы от паука сбежать, от Кадони, сразу тут резко вырисовывался такой неплохой Никита. Слушайте, мы три дня назад разговаривались, и я хочу... Нет, во-первых, я хотела... Я ничего не понимаю. Нет, во-первых, я хотела... Где твоя правда? В каком она месте? Слушай, у меня правда... Ты хоть на грамм, будь, честна сама перед собой. Да я честна сама перед собой, и тебе точно, я доказываю, ничего не собираюсь. Тебя вообще достигует, ты о чем думаешь? Слушай, ничего меня не достигует. Тебя дошнило, поднять его? Мы поговорили с этим человеком. Подождите, я хотела приехать в гости. Всего лишь, может быть, сначала на недельку. Просто отдохнуть, забыть. Но ты правда говорила такие слова по поводу Никиты? Человек одел на себя корону, да, я это говорила. Дальше что? Хорошо, дальше ничего. Я предлагаю отложить этот разговор до завтрашнего дня. У меня есть полное ощущение того, что Никита, почувствовав Динамо некое, сделает свои выводы, и завтра будет другой день, и совершенно уже другие диалоги. А пока давайте оставим Нелле надежду на прекрасно проведенный вечер. Тем более, что у нас впереди еще одна тема. Смотри, что, Сережа, я чуть не заплакала. Он мне купил в таком... Ну, уже я развернула, правда, я тебя. Ну, он говорит, я люблю, поэтому мой сюрприз вполне логичный. Записывай сюда только самое важное, для тебя, для нас, для нас. И с кошечками странички, все, я не могу. Слушай, так мило. Такой. С кошечками все для нас. Ой, Малька, мужики просто так подарки не дарят. Отрабатывать будешь. Да с удовольствием. И у нас с какой-то мыслью уехал. Думаю, дай-ка я ей заранее хорошо сделаю, приятно. Он с любовью это сделал. На Асю похожую кошечку. Ох, они там сейчас с пынзарем, с любовью. Где-нибудь. Ой, ну хватит, Лан, тоже накручивать-то, а. Ты звонила, кстати? Да не, ну я шучу. Да я ему каждый час созвониваюсь. Нормально. Все хорошо? Да, так трогательно. Слушайте, ножичками. Все, конечно, не хорошо. Но сумку я буду разбирать завтра. Оставляю пока в первой комнате. Правильно? Конечно, конечно. Сегодня уже бесполезно разбирать что-либо. Я тоже так думаю. Иди, знай, у тебя, девушка, ты переменчивая, как ток. Иди, знай, что тебе взбредет в голову. Нет, сегодня я просто хорошо переночую здесь. Ну здесь-то у нас все хорошо ночуют. Кладкое место у нас. У нас тут намазано все. Я к нам ночеваю. Ну слушай, подружка, ты же меня привез. Да, конечно. Слушайте, Жанку да приняла. Иночка, у тебя новая коммуналка. Ты и есть хозяйка этого дома. Взыма за аренду, пожалуйста. Жанка убирает, Нелька готовит. Как? Никитос прислуживает. А, не, он не живет. Ну пусть тоже прислуживает. Венс ублажает, пускай. Не надо. Каждому уголову. Давай, венс прислуживает, Никитос ублажает. Давай, тебе, конечно, так комфортно. Мне кажется, так будет лучше. И Нельке, и мне, и Жанке. Да, да, Нелька, смотри, как возмутилась немного. Хотела, чтобы Никитос ублажал. Да зачем дань платить собой, а? Ну, тусинки, правильно? Да не-не-не, это все гнилая тема. Конечно. Просто вот, Ин, Ин, посмотри, нехитрый скарб. Ну, просто покажи. Потому что это как-то... Нет, я понимаю, что ты не обязана отсчитываться. Ну, просто сказать. Зайти и сказать, что ты тут тусуешься. Никитос, сегодня у соседей ночую. Завтра вернусь. Отлично. Да? Ну все, давайте мы попрощаемся сегодня. Спокойной ночи. Че ржешь? Че? Казалами? У нас тоже такие красные. Как Игорь, сегодня ночую у соседей, вернусь завтра. А лучше? Ну, хорошо, как хотите. Ну, попрощались так. И все. А ты не сказала ему, ты где шляешься, Падла? Да прям. Она давала. Не-не-не, да подожди, ну что же не все сразу? А ну ладно, завтра скажи. Завтра все скажи. Завтра с утра зайдешь и скажи. Ты где скатин? Почему у тебя в кровати моей не было? Владу Кадони не до развлечений. Его бывшая девушка Нелли переехала в город Никите. Влад сильно переживает, старается переключить свое внимание, как сейчас, на встречу новых участниц. Настроение отличное. Да? Это так, город? Слышим, ты уже отличное настроение. Ну здорово. Поэтому все внимание на ворота, приходят две новые девчонки. Как девчонки? Там блондинка и брюнетка. Мне повезет так. Ух ты. Добрый день. Здравствуйте. Ой, какие роскошные девчонки. Садитесь. Так. Ну давай начнем с тебя. Добрый день всем. Меня зовут Анастасия. Настя. Я из города Нижний Новгород. Так. Приехала на проект. Ну, во-первых, хотела просто на себе это. Это была моя мечта двух лет. Мечта на моих родителей, которые, может, меня в последний момент сюда и отправили. Настя, и кто же тот счастливчик, которому ты пришла на наш проект? Мне нравится здесь Сергей Пынзарь, как бы. Который сейчас свободен. Свободен. И Никита Кузнецов. Пускай даже они два противоположных человека. Ну, как бы попытка не пытка, и шанс есть у каждого. Никита, ты прекратила обнимать Нелли, да? Ну, все, смотри. После заявления Анастасии. А, нет, все еще обнимает, да? А почему именно Никита, почему Сергей? А, Никита? Ну, не в обиду это сказано. Никита такой подонок, эгоист. Это не в обиду. И такие молодые люди меня как бы привлекают больше всего. Так зачем тебе это надо? Скажи, пожалуйста. Ну, можно сказать, что я такая же. Я могу такое... То есть прошли те времена, когда женщины выбирали принцев. Сейчас они выбирают подонков. Лишь они оставляют здоровых подонков. Да, 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 да. Давай начнем с тебя. Как тебя зовут? Меня зовут Виктория. Вика. Я приехала из города Самара. Какие красивые глаза у тебя. Спасибо. Свои? Да. Свои глаза? Нет, ты растила. Нарастила или свои? Нет, слава богу, у меня пока все еще свое. Сколько тебе лет? 24. Так, и зачем ты к нам пожаловала? Какого-то конкретного человека я еще не выбрала. Мне вот тоже нравится Сергей Пынзарь, да? Вот. Ну, он мне симпатичен, как человечек. Ну, как мужчина, пока я еще не знаю. Я просто не могу сказать, судя по экрану, по человеку что-то, да? И уж тем более его выбрать. А чем ты занимаешься? Когда-то я была моделью. Немножко даже известной. Немножко известной? Да, участвовала в проекте «Ты супермодель 3». Вот, я думаю, господи, оттуда ты? Я сижу, салом на весу. Да, да, да. Спасибо, девчонки, что смотрели, что знаю. Ты не выиграла, да? Я заняла второе место. Так, мы, наверное, начнем с вопросов. И Глеб будет первым. Что ж, даже не знаю, что... Ну, ладно-то, а ваши антипатии из парней и из девушек на проекте? Это, наверное, вот Надежда Ермакова, потому что... Ну, этот человек, ну, сидит на одном месте. Да, хорошо. А из парней... Это правда. Надо меня к тебе смотреть. Из парней... Я, кстати, не могу сказать, что ты из парней. Кадуаня. Нет. Кадуаня. Кадуаня. Нет, из парней на самом деле не могу сказать. То есть те мальчики тебе нравятся? Дальше можно... Ну, как люди, то да. Все как бы все нормально. Окажется смелее. У меня немножко наоборот. Из девочек у меня нет такого, чтобы был какой-то негатив к человеку, да? А из мальчишек то вот плохо поступает. Кадуаня. Кадуаня. Это... А-а-а-а! Честно. Ты можешь на меня порчу... Сиди. Ты можешь на меня порчу навести. Ты у нас черный мак. Но мне кажется, ты неискренный человек. Нет, просто, по-моему, ты Кадуаня сейчас очень сильно пар. Кадуаня. Понравилась тебе девушка? Да, сиди. Кадуаня, ты такая офигенная. Не простите, не одеваешься. Кадуаня, твои вопросы? А я даже не знаю, если честно. У меня все, да, у меня были вопросы, а не все. Так это же наоборот отличный стимул, когда женщина тебе отказывает, ты чего? В общем, ладно, я спрошу по-другому. Хорошо, с антипатиями мы разобрались. Такой вопрос, да, выделите, пожалуйста, одного мальчика и одну девочку. С кем бы, вот вы считаете, по экрану вы бы подружились? Дружились, и почему? Ну, которые, может быть, близки вам по характеру, что-то общее у вас есть. Ну, не надейся, тебя уже не назовут. Да я знаю уже, я уже... Даже называю себя девочкой. Давай, Вик. Одного не могу выделить, из девочек мне... Надо одного выделить, не надо вот этой вот полигамности одного. Мне нравится Римма. Человек, который все говорит в лицо. Вот это вот прямолинейный человек. А из мальчиков мне нравится Женя. Так, Настя. Из девочек мне, как бы, как подругу я бы себя считала, это Нелли. Нелли эмоционально устойчивая. Конечно, она устойчивая. Она сильный, она сильный человек. И как раз Никитосика к рукам приберешь опять же. Так, хорошо. А из мальчиков? Наверное, Пынзарь. Он тоже вот, он сильный участник. И характер у него такой тоже сильный. Никита. Привет, Ксюша. Привет, Никита. Что надо-то? Вопрос задать. Передо мной выпендриваться не нужно. Я тебя хорошо знаю. Девочки, как вы, чем вы привлекаете к себе мужчин? Разве не видно? Нет, не видно. Своим характером, наверное. Ну, мы уже поговорили с Никитой, все обсудили. Уже поговорили, да, Никит? Ты был настойчив. Ни в коем случае. Никит, а тебе просто нравится Нелли как вот девушка? Тебе нравятся ее фигуры, ее красивые глаза, ее внешние... Она мне нравится как женщина, да, верно. Почему тогда Нелли сегодня ночевала в другой комнате? Да, мы просто приехали ночью, не успели разобрать все чемоданы. Сегодня буду ночевать в комнате в первой, номер один. Ты так же, как с Кадони, будешь себя с Никитой вести? Не думаю. Ну, Никита ясно дал понять, что тогда он тебя отправит на поляну. То есть он вот такой мессир, который взял к себе наложницу, но если наложница будет не справляться со своими обязанностями, ее тут же отправят обратно. Катюш, если меня пригласили в гости, подождите, погощу сколько захочу. Никит, ну а ты что можешь сказать по поведению Нелли? Пока оставляем девушку? Да, пускай пока живет. Никит, ты теперь и минутки не можешь без Нелли прожить. Я вообще Каси кашу. Каси, видишь, что предлог нашел? Брянь. Аську говорит. Это бывает тебе, что ли, пришел? Зналась твоя воля. Попробуй. Ты попрыгнул. Видела такую приемку? Брянь, не перейти, да. Достаточно. Все, 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 все. Я сразу не сейчас не ремонтирую. У вас слоя есть. Ну что за эти, за пузнишки-то там? Да нет, за пузнишки-то там. Опять я виноват в чем-то. Господи. Это девушка мгонит какая-то. Так, простите, у меня тут важный звонок. Нет, могу я собираться? Давай, Нелли, только это хорошо надо собрать. Алло. Через минут 30 будешь готова? Да, Степаныч, привет. Я в уши. Да, могу. Отлично, Нелли. А куда вы собираетесь? Смотри мне, что привяз, мой. Куда вы собираетесь-то? Ну, куда-нибудь выехать. Ну, пока тебе не скажем куда, потому что ты расскажешь Сереже. И сам не пустишь Нелли. Так он, я ему сегодня говорю, давай куда-нибудь поедем. Он говорит, нет, я домашний такой человек. Я тебя отпускаю, езжай, отдохни. Ммм, может быть, сам куда-то направился? А может быть. Нет, я спрашиваю, куда вы идете? Нет, ответь. Сегодня гостей ждать? Да нет, не ждать. Да нет или нет? Нет, не ждать. Точно. Точно. Видишь, даже кастинги приостановил. Я же обещал остановить, остановил. Я их всегда останавливаю, когда появляется женщина. Ну, собственно, Никита, не узнаем тебя. Для меня каждый раз, как в первый раз. Это вкусно. Ну, так что, я не слышал ответ. Ты себя не наедай, Сенель, ладно? Да, да, да. Куда вы собираетесь? Я задал вопрос Маше. А ты почему так? С какой целью? Мне интересно. Мы хотим поужинать с Машкой. Поужинать? Так что, Нелли, оставь нас на завтра. Нет, все, я последнюю, и все. Может, гости какая придет. Угу. Доест. Угу. Вот. Ты как шелковый стал, будто бы. Такой покладистый мальчик. Да я такой есть. Нет. Либо ты что-то хочешь очень сильно, и тем самым... Допустим, что? Становишься белым пушистым. Не знаю, что хочешь. Может быть, ее заполучить. Вряд ли у нее что-то не такое, чем у других. Да, Нелли, кстати, я так подумала, если две девочки остались, не сегодня, так завтра гости будут точно. Ну что ж, теперь. Да. Пусть приезжает. Пусть приезжает. Примем с распростертыми объятиями. Пусть приезжает. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А, ну я тебе наберу с улицы, либо зайду. Все, давай, понял. Буду на корабле через 15 минут. Да, все. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, похоже, ему удалось понравиться страстной брюнетке Нелли. Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Ну да, так-то. А с ним-то? Дима Тorzok Дима Тorzok Ну здесь еще не до конца, видимо, счистили. Ну, чистили до конца. За один раз можно все убрать. Просто рука, наверное, устает. Посильнее надавливать. Ну да, там же, если ты боишься... Ну да, там будет чувствоваться уже. Дима Тorzok Дима Тorzok А я, кстати, у меня на бесшумном, видать, стояла. А я, кстати, у меня на бесшумном, видать, стояла. Только сейчас увидела. Я, кстати, у меня на бесшумном. Мне безумно нравится, как ты целуешься. А то, что ты сегодня ничего не одела под юбку, это, конечно, очень плохо. Ну, хотя тебе идет. У тебя были всегда такие наклонности. А Никита по поводу ролевых игр зря отказывается. Многое теряет. Ну, и что дальше? А что ты подсматривает? Что? Что? Ну, я что-то не пойму, ты с вопросом позвонил или что? Тебе понравилось смотреть? Мне очень понравилось. Отлично. А он нас сейчас тоже видит? Мне очень понравилось. А ты сейчас тоже наблюдаешь, да? Да. Может быть, повторить будем? Может быть, повторить за меня? Что случилось? Что ты хочешь увидеть? Звонил Влад Кадоне. Мне он тоже позвонил. Сказал, что ты одела трусы и не позорилась. Это первое. Второе, он попросил удалить свой номер из твоего телефона. Пожалуйста. Вот так. И он сказал, что он тебя больше беспокоить не будет. Ну, в общем, переживаешь, что ты без трусов. А он-то что хочет, Инна? Ему-то зачем это все? Я знаю. Нет, по тону ты почувствовала, что он так-то? Ну, я чувствую, что он, да. Волнован. Волнован, да? Ну, конечно. Если он где-то там на плазме. Он говорит, у них на плазме на лобном вроде как что-то там выведено из города. Он говорит, я смотрел Ермолаева без трусов. Он ему-то очень задело. Ты правда без трусов? Ну, какая разница, кому? Ну, блин, кто не переживает, что ты без трусов? Потому что я сейчас с Никитой это говорила, а он как раз это все видел. Понимаешь, и позвонил мне. Я не пойму. Ему-то что? Ну, значит, переживает, наверное. Надо было раньше переживать. Вот. Катя, а ты звонила Нелли? Нет еще. Ай, жалко. Очень неинтересно. А мне неинтересно. Такая молодец просто. А по поводу чего? Она же сегодня ходила куда-то. Нелли дала. Кому? Кому? Никитосу. Да ну. Не в сервис был? А это да. Аааа! Когда? Сегодня. Ну, как вам, Евгения? Ну, я немножко в шоке. Мне кажется, надо Нелли называть уже. Не, подожди. Тра-ля-ля у меня это не оттуда. Извините, тра-ля-ля это то, что трещу много. Я просто не могу. У меня, скажите, вот как девушка. Вот как девушки. Просто. Вот, допустим, да. Возьмем. Того же самого, да, меня. Вот ты мне неделю назад говоришь о том, что я отвратительный. Я вообще просто последний парень на земле, которому я вообще подойду. Хочешь меня выгнать. Делаешь против меня за горы. Всячески пытаешься меня унизить. Ну, прям ненавидишь меня. Поэтому видно. А через неделю ты мне даешь. Что может поменяться за неделю? А что он вообще сам-то говорит? Как он вообще к тебе? У вас прям вообще все хорошо? У вас прям такая полная гармония? Да, я понимаю, мы не задумываемся о завтрашнем дне и не строим никаких планов. Мы живем в сегодняшнем дне. Угу. Что вообще ходят там и говорят-то все, расскажи мне? Ну, ходят в Маугли, якобы там вообще, знаешь, головой опущены. Знаешь, сильно не видно, если честно, что он там сильно расстроился. Вот. К Адоне, я у него спросила, потому что, боже мой, все сути там ужасные. Вот. К Адоне. Я с Кадони разговаривала. Говорят, что ты как бы ревел, даже плакал. Вот. Он говорит, нет, я просто спал, все дела, то есть, ничего такого. А ты сама, скажите, у тебя чувства пошли к нему или как вообще? Я понять. К Адоне? Ну. Ну, если осталось совсем чуть-чуть. Ну, да, уже ничего практически не осталось. Я далеко и все позади. Все замечательно. Да. А почему Неля говорит, а не Никита? Я спал, Оль. Твое лобное мне испортило сон. В 9 вечера спать, Никит. Значит, видимо, вы ночью хорошо время провели, раз так поздно. Ну, отлично. Хорошо, действительно, хорошо. Ну, действительно, ребят, ну вот непонятно. Неля говорит, все хорошо, Никита говорит, ничего не говорит. Давайте. Можно, давайте я скажу, Оль. Давай, говори. Вообще все было отлично. Ночью я ходил за хлебом, пришел утром, спала Нелли, я ее обнял. Мы поцеловались и все было супер. И просто я сейчас спал днем. Все отлично. Хорошо. Вы пара или нет? Ну, если вам это нужно, да, мы объявляемся. Ты объявляешься парой, дорогая? Да. Ну, все, мы пара. Ну, давайте поздравим. Никита и Нелли сегодня объявили себя парой. А вы можете вот это все объяснить сейчас Маугли и Владу Кадони? Потому что они, по-моему, не согласны с этим и очень недовольны всем происходящим. Начнем с того, что Маугли я ничего не обещала, а Влад, ну, дорога была ложка к обеду, поздно пить боржоми. Больно смотреть, как Влад плачет и страдает, переживает Маугли точно так же. Да я счастлив просто. У меня бабочки в животе летают, понимаете? Ну, конечно, Влад. Кого ты обманываешь? Я понимаю, что тебе неприятно выглядеть, скажем так, кинутым, но, тем не менее, ты сегодня плакал и переживал. Я кинутый. Это нормальные эмоции и ничего страшного. Ну, ладно, хорошо. Я кинутый, я брошенный, брошенкой и т.д. и т.п. Значит, я объясняю сразу. Нет, мне, конечно, было неприятно, да, потому что я, с одной стороны, догадывался, что происходит между этими людьми. Но чисто случайно сегодня так получилось, что я не просто догадывался, а увидел это воочию. И так получилось, что, к сожалению, ну, реакции организма бывают разные и бывают непредсказуемые. У меня была непредсказуемая. Нылечку я уже попросил, совершенно культурно и спокойно, правда, через третьих лиц, но тоже очень близких, как к ней, так и ко мне, чтобы она удалила мой номер телефона. А почему нельзя напрямую? Я не могу больше себя общением со мной, и я считаю, что все супер. Ты вот сейчас ведешь себя как Рима, извини. Да, да. Ты сидишь, ерничаешь, пытаешься шутить. У людей счастье, они свитятся. Тебе-то что? Да какое счастье, Ольга, ты что бред несешь? Вот это вот пара, ты хочешь сказать? Ты что, издеваешься надо мной? Ты серьезно вот в это веришь, что ли? Да, разве нет? Ты мне сейчас серьезно, ты мне это заявляешь, что ли, об этом? Да, ты не веришь? Человек кричал о том, что он меня любит, через три дня держит другого за руку и говорит, что они пара. Ты что меня... Влад, подожди, ну ты сам бросил ее и переехал, скажем так, в другое место. Ты сам сказал, что не хочешь с этой женщиной строить отношения. Она увидела Никиту, полюбила его, ребят, счастье, а ты продолжаешь ее лечить. Честно тебе скажу, я был уверен на то, что все-таки, ну, они с Никитой, это, ну, как бы попытка не то, чтобы меня позлить, но как-то попытка реанимировать наши отношения. И в принципе, отчасти, где-то морально, я был к этому готов, где-то на подсознании. Но сейчас я в процессе понимаю, что, нет, это не попытка, это какая-то, я не знаю как, ситуация, назовем это так. Тебя это злит? Ну, блин, ну, если человек дорог, я еще от него не могу отказаться, что от меня надо-то еще понять не могу. Получить. Хочу, внимание, конфетно-букетные периоды. Во! Слушай, ты что, просто мне показывать? Нелли, а ты хочешь от него получить? Нормально это вообще? А что такое? Где мой суп? Почему сложно поставить суп на горелку? Подожди, не сложно, а где мое внимание просто? Цветок, два цветок. И что? Два букета сегодня подарил тебе. И что дальше? Внимание. Это мало для меня. Целый день хожу, за тобой на коленях ползаю. Да где ты на коленях ползаешь? Целый день. Где ты на коленях ползаешь? Целый день. Да, конечно. Что ты не напрашиваешь? Не надо мне здесь закрывать двери, блин. Что? Кабинет вас зовут. Ваш кабинет. В бадуар. Слушай, неважно, я хочу куда-нибудь сходить. Сто рублей хватит. Нет баба. Я хочу куда-нибудь сходить. Я еще раз повторяю. Сейчас, подожди. Надо разбить собаку. Не разбивай. Жалко будет собаку. Никуда пока. Я не знаю, мы решаем этот вопрос. Сейчас мы деньги собираем. Вчера просто потратил все деньги. А сейчас говорит, что у меня нет денег куда-либо сходить. Нормально это вообще? Чтобы ты его повела? Да сейчас. Я не пойду никуда. Если что вдвоем пойдем тогда, если не наш кряпает? Схожу. Куда? Да неважно, куда. Я и то волнуюсь. А вдруг кто-нибудь тебя по дороге обидит? Послушай, что он с тобой? А вдруг я по дороге ее обижу? Если ей это понравится. Он обидит только любя. Он иначе не может. В любом нам порыве только обидит. И то будет не обида, а ты ему простишь. Картины забирай. На. Ну да. Девочку с персиками. Это тебе картина, одна. Остальные не тебе. Остальные паучем. Ну ладно, на, забирай, остальные тоже. Ну так что? Что? А кто тебе все названивает, расскажи. Сегодня мы спали, просто, знаешь, часа три названивали. Да, очень телефон звонил. А кто названивает? Говорит, не мой звонил. Городской. Нет, твой звонил. А у меня мой в джинсах лежал, в шкафу. Ты слышала, да, вот это? Да, я слышала. Подожди, а мы не спали. Я постоянно просыпалась из-за этого. Кто названивает-то? Да фиг знает. Это из пекарни. Клубничка звонил. Да? Клубничка и еще один товарищ с тусовки. С тусовки? С вчерашней? Нет, не со вчерашней. А с какой? Вообще со знакомой тусовки. Зовет на тусовку? Знакомая тусовка. Зовет на знакомую тусовку? А зовет? Нет, не зовет, там просто... Просто узнал, как жизнь, как дела. Да, просто там честжитейские дела. Ну слава богу. Он же переживает за Никитку. Как у него дела, как на любовного фронта. Ты-то что, я не пойму, подпердываешь? Ты сидишь-то здесь, а? Нелли, ты чего? Сейчас, ну и дам тебе по зубам, ешь пряник. Не нервничай. Я спокойна. А волосы зачем круче? Это чисто психологически первый признак нервов. Сердечно-сосудистой дистонии. Да, да. Да? Ой-ой-ой, как трудно дается-то, а? Тяжко уже годы не те. Старость не радость. Но он молод душой. Слава богу, хоть молод душой. И телом. Внутри. А чем же тогда стар? Телом внутри. То есть внутренние органы у меня сейчас молодые. Да. Самые главные органы молодые. Ну хочешь, пойдем куда-нибудь сходим? Слушай, я целый день тебе об этом говорю. Хочешь, пойдем куда-нибудь сходим? Ну надо тебе, ну пойдем сходим. Куда хотят, туда и лезут. Это только их дело. Да правда? Да. Восточный, как и касается. Я думаю, касается. Лучше помолчить. Да нет. Лучше я скажу. Лучше помолчить. Лучше помолчить. Лучше помолчить. Меня затыкать не надо. Понятно? Яс. Понятно. Что за удары? А что мне за удары, блин? Надо меня бить. Слушай, ты сомневый начинаешь. Что? Я аккуратно. Не надо аккуратно так делать. Понятно? Нет, не понятно. Все. Тяжелое, блин. Да. Порхаешь, сияешь. Заметно, да? Угубаешься. Ну, конечно. Причем в глазах, ты видишь, что у тебя там? Блеск. Блеск. Любовных имели, по-моему. А еще вся комната, особенно кровать, пропитана... Ты завидуешь? Да нет, пропитана она чем-то. Завидуешь. В чем не завидую? У меня свой есть, завидовать. Я за тебя могу порадоваться только. Что завидовать? Ну, радуйся. Радуйся. Девчонки должны приехать. Да правда, что ли? Ну, вот эти новенькие. Да? Да. Ну, ты же знаешь, что они мне интересны. Не интересны? Да. Только я? Только ты. Так, а если они ворвутся сюда вместе, начнут домогаться до тебя? Что это делать тогда дальше? Что ты будешь делать? Я ведь не смогу как-то, ну, они ворвутся, начнут домогаться, я опешу. Нет, блин. Ну, я не смогу, как бы, ну, девчонку оттолкнуть, удавить там. Слушай, можно сказать. Ну, придется лечь. Ты иди, ложись, значит, блин. Ну, блин, я ж так не делаю. Придется лечь ему. Я просто, как бы, ну, предполагаю, что, ну… Я сказала, не дай бог, не дай бог. Мне просто интересно. Мне вот внешне просто чисто интересно тёлка, как бы, пообщаться. Не более того, Нелли. Чего ты нервничаешь? Слушай, понимаешь, это ненормально. Ну, почему ненормально? Не более того. Где ты собираешься с ней общаться? Здесь. Здесь ты не будешь общаться с ней. Почему? Ты не будешь здесь с ней общаться. Ну, пять минут с сынкой поболтаешь у неё в комнате, и всё. Слышишь, ты не будешь с ней здесь общаться, я тебе говорю. Надо будет, выходи внизу с ней общайся. В смысле внизу? Если она для тебя приедет. Я не знаю, на улице. Ну, чей комнат нападить человеку? Нет. Ну, почему нет? Я не хочу здесь её видеть. И вообще кого-либо другого. Ну, вообще странно как бы. Что странно? Что ж ты будешь приводить баб в нашу квартиру, что ли? Вот это странно. Я же не собираюсь с ней интимной близости. Да ещё бы ты собирался. Просто поговорить с человеком. Я не хочу здесь никого на пороге видеть. Чёлка, где родилась? Сколько лет? Я тебе ещё раз говорю. Рост вес. Возьми у неё анкету, значит. Да мне лично хочется пообщаться. Вот внизу, внизу, значит, ты пообщаешься. Возьми. Внизу, значит, ты пообщаешься. Не слышишь меня? Что за нервяки? Что с тобой? Что такое? У тебя нормально всё? У меня всё нормально. Не трогай сейчас меня. Рефлексы? Рефлексы нормальные? Не трогай сейчас меня. Кроволольчик у меня где-то был сейчас. Сейчас найду. Я не понимаю, ты сейчас издеваешься или что? Накапать не буду. Ты сейчас издеваешься или что? Не добылась. Сейчас найду. Ты сейчас издеваешься? Ты домой или что? Я сейчас с кровололом найду, Нелька. Подожди, не бей пока оставлю тебя. Ладно. Скотина. Сейчас я выкину все, вообще, все, что есть. Не надо выкидывать твои вещи. Куда ты? Курела? Парочки платьев, пипец, я тебе отвечаю. Да только попробуй, только попробуй. Ты попробуй, смотри. Смотри. Только попробуй, я тебе говорю. Платишки вот эти вот. Только попробуй, я тебе говорю. Шуртяшечки. Вот это вот все. В окошко. Пойдем. Пойдем в окошко. Только попробуй. В окошечко. Ну вот что за психи? Зайшок. Ничего. У меня есть разговор. У меня нет. У меня есть. У меня нет к тебе разговора. Ну пойдем. Слушай, не хочу. Пойдем поболтаем. Мы с тобой поболтали уже. Ну пойдем. Я все поняла, все прикольно. Все. Не хочу разговаривать. Так, Нелечка, соберись. Возьми меня за руку и пойдем. Да я не хочу. Не хочу. Я не хочу. Не хочу. Ты меня так задобрить хочешь? Ни в коем случае. А что? Ну и задобрить тоже. Разозлил сначала, а теперь задобрить, да? Да. А как по-другому? Ну я уже всего могу ожидать. Может быть сейчас зайдет кто-то, да? А? Кто? Девочки какие-нибудь, да? Да, ну что-то. А, пристала. Обжегся. Ну стал бы я делать для каких-то девочек, незнакомых, готовить мясо. Делать все, я думаю, стал бы? Поверь, не стал бы. Ну хороший, приготовил мне все. Да ладно. Было несложно. Давай выпьем сок. За что? За нас, за тебя. За меня. Ну как ты еще, еще скажи. За то, чтобы мне не было с тобой скучно, а тебе со мной. Тебе со мной, чтобы не было скучно. Чтобы мне не было скучно с тобой, а тебе со мной. А мне с тобой? Ну, давай так. Ну давай так. Это самое главное, да? Чтобы не было скучно, чтобы было весело. Как я понял, что тебя очень сильно беспокоят те моменты каких-то других женщин, бывших там. Ну, естественно. Которые существуют. Я не хочу, чтобы тебе было дискомфортно. И поэтому... И поэтому я... Я тебя сожгу. Нет, я сожгу не тебя, я сожгу вот эту красную книжицу. Да ладно. Которая морочит все мозги. Вот, чтобы ты поняла, что это именно та красная книжица. Здесь они все записаны. Да я сожгу. Прям. Берется, а она изжигается. Для тебя все. Я знаю, как для тебя это важно. Ну да, я... Не переписал? Здорово, я рада. Гори, гори. Что, Никита, сделал с этим дневником? Я не хочу даже сама об этом говорить. Мне кажется, приятнее будет сказать об этом Нелле. Нелле. Он его сжег на моих глазах. Он его сжег на ее глазах. Никита! Что ж ты так? Дело всей своей жизни сжег ради Нельки. Стоило того? Конечно. Наверное, стоило. Ну... Разжег. Разжег, стоило. Но я не делаю каких-то поспешных решений. Ну, чувствуется тоже сомнение в твоем голосе. Что значит «наверное»? Наверное... Ну, что... Нет, я говорю «стоило», Бус. Если сжег, значит «стоило». Ну, для него это было самое дорогое. Мне было тяжело. И он хотел опубликовывать это все в журнале. Да. И мы его взяли практически уже на работу. Никит, то есть ты лишился уже возможности работать в журнале. Ты сжег, сделал все свои жизни. Может быть, лет через 10. Это было бы вообще шикарной книгой. Вот, да. Для чего ты это сделал? Скажи, пожалуйста. А я сделал это для того, что Нелле сегодня устроила целую войну настоящую. Она развела там, разбила все, что только могла, повыкидывала вещи из окон. Что за какой-то ерунды там? Что я тебе сказал? А, и спросил, как новенькая девушка, кстати, поживает. Как на поляне... Подожди, ты мне сказал, ты собираешься к тебе в гостях ее и чаем будешь поить. Я говорю, чтобы никого у нас в квартире не было. Вот. То есть мы договорились, что если я буду встречаться с кем-то, то за периметром, да? То есть в беспредел квартиры. Дневник я сжег, чтобы не мозолил глаза просто. Подожди, Нелле, получается, девушкам приходить в гости к Никите больше нельзя? Подожди, к нам в гости нет. Подожди, а вот Влад Кадония тянет руку, видимо, хочет в гости напроситься. Прежде чем Кадония начнет говорить, во-первых, ребята со всей серьезностью прошу сейчас обратить свое внимание и не смеяться, потому что на почве того, что ребята расстались с Неллей, и то, что происходит у нее сейчас с Никитой, Влад стал усеть. У него появились пропрешины, седина его, она прикрыта сейчас капюшоном. Оль, но сегодня все ребята посочувствовали, уже даже покрасили Владику голову, но не помогло. Влад, ты, конечно, держись из последних сил, тебе слово, и прошу тебя, будь мужчиной, мужайся. Продолжай. Влад, искренне тебе жаль. Дело в том, что, насколько мне известно, Оленька, Настя завтра собирается в городские квартиры, вот, и на самом деле я так подумал, я там тоже давно не был, поэтому я бы с удовольствием завтра состоял бы компанию Настеньки. А я сейчас как раз-таки узнаю у Насти. Настя, ты действительно собираешься в город к Никите? Я собираюсь приехать познакомиться с ним. Ну, как приедешь, так и уедешь, дорогая моя. Да и вот что ты говоришь? Что ты говоришь? Слушай, Нелли, она же не к себе едет. Настя, ты кому едешь, к Нелле или к Никите? Я еду к Никите, а Нелли... Я подкаблучник. Никит, к тебе едет Настя. Я подкаблучник, я подкаблучник. Ты ее приедешь завтра? Это роль занята, Никит. Ну, конечно, приму. Нелли, ну, понимаешь, получается, несмотря на то, что Никита сжег свой дневник Настю, он принимает, завтра собирается. Ну, посмотри. Не, ну, в топ, в десятку она уже не попадает, потому что десятка сожжена, Настя, извини. Да ничего страшного, это для нас ничего страшного. Ладно, Настю примешь, а Кадоню в гостях примешь? Кадоню приму. Да, Кадоню, извини, в десятку тоже не попадешь, тоже опять же сжег дневник, прости. Ну что ж, ребят, несмотря на то, что Никита распрощался со своей холостянской жизнью, Но тем не менее, Настю и Кадони он будет завтра принимать в гостях. Как это произойдет, мы узнаем с вами завтра на телеканале ТНТ. Не, ну как бы тут такой вопрос. У вас пара. Естественно, все городские поддержат. Ну естественно, она как приедет, так уедет. Не, мы можем ее вообще выставить. Посмотрим, как она будет себя вести. Как приедет, так уедет. Начала мне сейчас там. Как посмотрим, слушай, ты с кем разговариваешь. Ниналь, посмотрим, как она будет себя вести. Если что, мы ее просто все вместе выставим и все. И помашем ей рукой. Приедет она. Скажем, до свидания. Влад куда приедет, я что-то не пойму. Ну Влад-то, тоскует, поди по тебе. Появляться начала Лысина. Про плеши. Настя, завтра с ней по боевому. Конечно, я приеду, они вышли, да она оттуда. Она же, наверное, может и уедет. Вот. Просто смотри, Настя, во-первых, глядя на нее, сразу понятно, что отношения она свои как бы не укрепила. Извини меня, то, что с мужчиной в первую ночь в постель как бы ложишься, это не говорит о том, что у них супер пара. Никита очень ведомый парень, и его можно сделать просто под себя, изумительно. Но она так разговаривает с тобой нагло, как фреешь, такой, наоборот бы сказала, Настенька, ты мне сейчас так нужна, чтобы мне проверить Никитку? Конечно, приезжай. А ты, видишь, завелась? А ты к нам в экран вылезла. Аж вылезла вся. Никите, Никите, тебе действительно понравилось, потому что я разговаривала, когда я была дома, еще вас не видела, я звонила узнать, как там девочки, но мне интересно было, потому что спустили новенькие девочки к Сереже, и Никита так описал, что я поняла, что ты ему очень приглянулась, именно ты. Кать, не уходи. И на самом деле Нель сейчас переживает именно потому, что она чувствует в тебе угрозу. Кать, так ты скажи, а чего Нель-то так завелась, ты с ней дружишь? Она что, так не уверена в себе, или в чем проблема? Не, ну вы же знаете, какая у нас Неля? Она у нас как бы собственник, и она будет очень... Что значит собственник? Очень... Так она в первую очередь говорит о том, что она девушка с мозгами, а девушка, которая хоть чуть-чуть соображает, она никогда так не поступит. Ну ты понимаешь, ты понимаешь, что у нее начинается вот так вот она. Она наоборот пойдет. Польшой. На встречу. Настенька, я могу сказать, что Настеньке нужно съездить. Почему нет? Дабы проверить, даже иду. Настенька, так еще более того, я тебе скажу, завтра зашла, дверь открыла, сказала, так, ребята, я не пойму, вам здесь меня не хватало. Вы здесь голодаете? Нет, ну это пусть Неля будет домработницей, а Никиту берешь с собой и прям уводишь. Понимаешь, а это и насрать, она едет просто прямиком сюда. Так ей делать больше нечего, пойми, этой Насте. Пынзарь ее отшил, пынзарь отшил. Да, она, как она заявила ранее, что да, ей нравится еще Кузнецов, ну, естественно, она едет сюда к Кузнецову, что ей делать? Ему ли делать нечего? Нет, я... А если ее еще и Кузнецову, то завтра это совсем завернет прям, прям вообще так. Самое главное, знаешь, что... То, что ей делать, бедолайки? Нет, подожди, здесь он ее, понимаешь, он все равно, как джентльмен, он же не сможет сказать, пошла вон. В квартиру она точно не зайдет. Это я прям вот руч... Здесь вот где-то, где-то вот здесь, вот, пожалуйста, это же не моя территория, правильно? Пожалуйста, стой, гуляй там по другим... Ко мне она не зайдет в квартиру. Это я точно говорю. Я не так не говорю, потому что она... Давай посмотрим, как она будет настроена. Мало ли что она там хамила. Она к Никите едет, это раз. Значит, пусть здесь общаются. Это раз. Во-вторых, ты не можешь выгнать, потому что Никита тебе скажет, так, что ты будешь со мной руководить? Он сейчас поддается, ему сейчас нравится ситуация. А если она начнет, понимаешь, вот, как-то трогать его, касаться, тогда ты можешь возмущаться. Нет, я знаю, когда мне возмущаться, когда мне что-то не понравится. Я не по какому-то плану здесь, понимаешь? Не, ну а что я ей скажу? Нель. То, что есть. Давай так. Женские разборки какие-то. Дожди, какие женские? Между тобой и еще какой-то женщиной, неустроенной мной, да? А я их не устраивал. Они как бы, ты их сама решаешь. Дело не в том, что... Самое главное, чтобы мужчина дал понять, что ничего не светит. Что у меня есть женщина. И у нас мы живем припеваючи с ней. У меня есть женщина, меня все устраивает. Ты, наверное, сегодня это заметила, потому как я сжег дневник. И поверь мне, в дневнике он мне был намного дороже, чем та Настенька, которая сейчас живет на поляне. Самое главное, мой котик. А в городе Нелли Ермолаева не хочет мириться с поведением новенькой Насти, которая вчера заявила, что хочет не только приехать в гости, но и отбить у Нелли Никиту. И хоть девушка и пыталась дать отпор, Настя в сопровождении второй новенькой участницы Вики уже явилась с визитом. Зачем ты сюда едешь? Знакомиться с вами, в первую очередь, с Никитой. Я понимаю, Никита теперь несвободный молодой человек. Ему, в принципе, никакие знакомства и продолжения после этих знакомств не нужны. У тебя на сколько эти отношения? Опять на три дня? Как с Кадони? Тебя это не должно волновать, дорогая моя. А меня это не волнует. Это просто вопрос. Посмотрим, увидим. Но я надеюсь, что все у вас будет хорошо. У нас уже все хорошо. После первой ночи? Это называешь все хорошо? Да тебя это, я тебе говорю, не должно волновать вообще. Да я повторяю. Первая, вторая ночь. Ну и не надо говорить об этом. Зачем же? Мне не волнует это. Мне не волнует твоя жизнь. Вот и отлично. Отлично. Я почему-то думала, что ты такая более настойчивая девушка, что с пынзорем что-то и получится. Жаль. Жаль? Да. Да мы на улицу не пойдем, можешь оставить пизучок. Нет, я вещь просто. Я оставлю здесь тогда, наверное. Никит, ты хозяин в доме, я оставлю здесь вещь. Я думаю, ты с собой должна их забрать. Я спрашиваю не тебя, я спрашиваю Никиту. Я понимаю, господи. Я думаю, просто с собой надо сумочку взять. Это тоже квартира в том числе. Но ты повесь на вешалку просто. Нет, я думаю, ей с собой нужно взять эту сумку. Слышишь меня? Ты не слышишь здесь, ладно? Слышишь? Я могу так же с тобой разговаривать. Ты хотя бы культурнее немножко будь. С собой просто забери. Да, Лея, рот немножко так прикрой, ладно? Слушай, ты меня не затыкай. Рот прикрой немножко. Рот немножко прикрой. Я тебе говорю. Никита, пойдем. Ты меня не затыкай. Рот прикрой немножко. Понятно, я тебе вышла отсюда. Я имею право кого угодно затыкать. Вышла отсюда. Да я выгодь. Вышла отсюда. Рот закрой свой. Ну, сейчас я вижу, да, тоже внешность. Симпатичная. Ты хороша собой, у тебя хорошая фигура, лицо. У тебя внешность, у тебя без недостатков каких-то явных. Что с... Сколько лет тебе вообще? 19, маленькая совсем еще. Я думаю, времени предостаточно было. Нет. Да, я тебе дала нормально времени, чтобы пообщаться. Время. Я давала. Да. Нет. Да, Маньяка. Идем сюда тебе. Скажу кое-что. Пойдем. Никит, посиди. У меня подкаблучники, я не помню. Нет, нет. Ты не вцепляешься. Я не вцепляющий человек. Я его просто зааркала. Не надо его держать. Не надо его держать. Да уберяйте мои руки. Ну да, я с ним пообщаюсь. Нет, ну что ж ты вцепилась? Ну да, я с ним пообщаюсь. Ты видишь, не хочет человек с тобой общаться. Никит, ты хочешь общаться? Нет, я не хочу, чтобы мы сейчас подрались. Я не хочу с тобой ругаться. Дай мне с ним пообщаться. Подожди, я хочу тоже пообщаться. Ну ты пообщаешься. Мы ночью общаемся с ним. Хорошо, что ты понимаешь. Я понимаю. Пойдем? Нет, пойдем. Девочки, у вас какой-то внутримышечный конфликт. Разбирайтесь сами. Наэль, что ты здесь глупо делаешь? Какой глупый? Я хочу с вами мужчиной пообщаться. Ты лезешь. Я никуда не лезу. Ну ты, может, и лезешь в разговор. Ты лезешь. Тихо. Чуть. Свой, понимаешь, ротик просто. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Ты приехала в гости. Какая ты уверена. Давай, ладно. Тусуйся. Давай, на самом деле, хотя бы минут на 10, но мы выйдем с тобой. Да ну... Пожалуйста. Никит. Давай, я тебя возьму сейчас за руку, и мы с тобой выйдем. Я что хочу, то и делаю. Я не хочу никуда идти, я никуда не пойду. Понимаешь? Ну я же тебя прошу, чтобы ты со мной вышел на 10 минут. Нелька тоже говорит, иди и возьми. Да ты возьми меня попробуй. Но я же никуда не уйду, если я не заточу. Я не переходящий бонус. Ну все, тебе все сказали. Нет? Что еще нужно? А зачем ты опять вылезаешь-то в разговор? Зачем? Подожди, ты сидишь здесь в квартире. Зачем ты вылезаешь? Я тебе еще раз говорю, ты меня начинаешь сейчас раздражать. А ты нет, да? Тебе сказали ясным языком, что с тобой никто не пойдет. Я тебя не хочу здесь видеть. Ты не грубишь здесь. Что нужно? Подожди, если ты не понимаешь, ну если ты не понимаешь, выйди отсюда. Я тебе по-хорошему просто говорю. Выйди отсюда. Вот если не уйти сейчас, так же выйди. Слушай, тебе уже сказали. Выйди отсюда. Девочка, ты мне не угадаешь. Слушай, ты, слушай, ты, слушай, ты, слушай, выйди отсюда. Ты что здесь устраиваешься? Выйди отсюда. Выйди отсюда. Выйди отсюда. Ставь, стань. Выйди отсюда, я тебе сказала. Ты грубиянка. Сука, вышла отсюда. Вышла отсюда. Р грубиянка. Сука, получше. Слушай, он у тебя взехал. Воспитания вообще никакого. Настя, это у тебя нету воспитания. А чего она начинает? Тварь, ты меня сейчас дождешься. Успокойся. Подержите, закройте дверь. Закрой дверь. Не, 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 не опускайся до ее уровня. И все. И переходим к Никите. Никит, удивительно, только вчера ты жег красный дневник. Вроде с Нелли вы наладили отношения, а сегодня к тебе приехала девушка, Настя. Ты особо не сопротивлялся. И я так понимаю, что, видимо, дал ты какой-то повод для ревности Нелли, поскольку между девочками случилась потасовка. В чем дело, Никит? Нет, никаких поводов для ревности я не давал. Слушай, Оль, во-первых, она приехала сегодня не к Никите, а ко мне, понимаешь? И спровоцировала весь этот конфликт, скандал. Отвечай за себя, ладно? Нет, Нель, на самом деле, ты же знаешь, что она приехала к Никите. Только почему-то при этом, когда мы сидели все в комнате, она общалась только со мной, понимаешь? Ей было абсолютно наплевать на этого человека. Настя, как ты думаешь, почему Нелли боялась вас оставить наедине сегодня? Она не уверена в себе, она не уверена в отношениях с Никитой. Точно, точно. Так он тебе говорит, я не хочу с тобой общаться, мне неинтересно. Да, напрямую. А ты как на побегушках бегал за ним. Слушай, не на побегушках. Никита, Никита, иди сюда, я тебе кое-что скажу. Ты ходила и общалась за ним. Конечно, я бы ходила и общалась, бегала за ним. Слушай, Нель, но мне кажется, Настя далеко не глупая девочке. Просто так бы не стала приезжать в город, если бы не чувствовала симпатию от Никиты. Если она сейчас так уверенно себя ведет и так уверенно говорит, наверное, все-таки какая-то доля сомнений именно в ваших отношениях у нее есть. Слушайте, когда мы сидели за столом, что-то она уверенная не была. А теперь опять оперилась. Тебе мало было, что ты вылетела из комнаты или что? Я вылетела из комнаты. Да, ты вылетела из комнаты. Я вылетела из комнаты. Да. Никто не вылетал. Да, ты вылетела. Конечно. Такая грубиянка, что ты там кидаться начинаешь стаканами. Жаловаться, сидеть всем. Дальше ты что? Да ничего. Что дальше? И вот так улыбаться, это вообще глупо. Сидеть везде. Поляна, прошу. Ваши комментарии. Мы всей Поляной на самом деле не удивлены. Мы вчера увидели на лобном месте реакцию Нелли. Только попробуй зайти в мою квартиру. Потому что, понимаешь, девочка красивая, умная, интересная. В рот палец не клади. И шансы-то, конечно, у нее поболее есть. То есть, Наташ, ты считаешь, что если, например, сравнивать Нелли и Настю, то Настя в более выигрышном положении. Настя живая, интересная, эмоциональная девочка. Нелли, это одни и те же эмоции, которые мы изучили уже. Вот это подтягивание, когда кто-то говорит. Вот этот вот менторский тон, потому что, да что ты, моя дорогая. И все, понимаете? Все циклично, к сожалению. Нелли, ну тебе есть что сказать? Конечно, есть. Сейчас тяпнет что-нибудь. Слушайте, ну вы спросили тоже таких людей, Наташу, еще бы Лену спросили, которые, в принципе, для меня недолюбливают. Спросили главных людей на проекте. Все нормально, Нелечка. Да, точно. Ну мне, в принципе, их не менее вообще не интересно. Ну хорошо, ребят, если кто-то готов вступиться за Нелли, я выслушаю с удовольствием этих людей. Можно я защиту Нелли? Лена Кушина выступает в защиту Нелли. Я не знаю, что на девчонку в натуре напали. Хорошая девка такая, подпухла мальца, но не страшно. Вопрос-то не в этом, Нелль. Как бы, как тебе помягче сказать. Если ты мужчине раскрываешь себя во всей красе в первую ночь, соответственно, потом реакция будет такая, какая она есть у тебя. Потому что, ну, так скажем, удержать одной ночью так невозможно. При этом, при всем зная Никитин темперамент, просто будь немножко понастороженней, что ли, к нему. Потому что, как тебе сказать, та, которая больше раскроет себя в большей степени, с большим интересом к нему, я не знаю, та с ним и будет. А, собственно, то, что Никит сегодня прекратил все свои кастинги, ну, Никит, все правильно сделал. Устал в интернете, сидел в вечные поиски. Тем более девки ши не казистая, а Нелька классная по сравнению с тем, что у тебя было. Поэтому держи ее, не знаю, тем более только пухляшка. Наши ваши заветы не нужны. Кстати, Никит, если в отношениях Сережи, Даши, Женя, Даша должна расставлять приоритеты, то в ваших отношениях, мне кажется, ты должен как-то сказать. Ребята, то, что Нелли бьет посуду, то, что раскрывает она, то, как она себя ведет, мне нравится. Все остальное мне не важно. Красивее, некрасивее. Да она самая красивая будет. Пока она мне будет интересна. Пока она будет интересна. Пока, пока, это ключевое слово, прошу заметить. Пока, может быть, всегда пока. Хорошо, Никит, а Настя, пока тебе интересно, скажи, пожалуйста. Нет, не интересно. Пока она, Настя, не интересна. Да вот это самое главное, что непонятно вообще. Ну, я не знаю, зная коварные мысли девушек обиженных, ох, ну, ребята пытаются изобразить любовь, вы сами понимаете. Но, скажем так, зная коварные мысли обиженных женщин, я не знаю, что может предпринять Настя, дабы рассорить эту парочку. Ребят, занимайте, пожалуйста, свои места. Я не собираюсь сегодня ничего готовить, понятно? Ты слышишь меня? Главное, чтобы голодный обморок не включился у меня. Слушай, не знаю. Мне кажется, стоит полы вымыть, и все будет у тебя. Головокрушение, когда от голода. Мне кажется, стоит полы вымыть, и все будет у тебя. Слышишь? Не надо здесь клоунаду устраивать. Могу. Ты дрянь, а? Еле дышу. Нет, ладно, сиди. Хватит, может, уже? Что? Что хватит? Прям пыхтит весь бедный, несчастный. Все болит. Все болит, ничего не помогает. Ничего страшного. А если я умру? Представляешь, что будет? Слушай, такие не умирают, как ты. Ты же тебя не простишь. Такие не умирают, как ты. Ты же не простишь, я умру. Я тоже. Жадкий. Привет. Велком. Я прям рада видеть тебя. А что ты, говорят, поправилась? Фига-то не поправилась. Да кто все говорит? Ты вообще нормально. Да я говорю, у меня вообще отличная фигура. Все хорошо. Я не знаю, кто говорит. Ладно, ладно. Я покушать приготовила, я тебя просила? Тебе приготовлю. Да? Это вот этому скоту. А что у вас? Да ничего, мы с ним сегодня поругались просто. Ты что? Я говорю, давай я сегодня приготовлю, и первый, второй, и тридцать, и ты помоешь полы. Ну, нормально, да, равноправные отношения, все. Нет. Да ты что? Я говорю, ах, нет, значит, и жрать ты не будешь. Понятно? Нелли случайно нашла дневник любовных похождений Никитой, который он пару дней назад пообещал сжечь. Это что такое сейчас было? Четыре кегли осталось. Ах ты сука такая. Это что такое? Это что такое? Тихо, 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 тихо. Что такое? Это мой дневник. Да? В такой он ничего, что ли, я не пойму. Ну, это как сходит. Это он не сгорел. Не сгорел он? Ну, дай мне его. Что, да? Это черновик. Да правда? Черновик настоящий сгорел. Нечаянно оставил, да, в туалете? Ну я что-то позабыл про него. Забыл про него? Ну что ты суетишься? Нет, я что-то не пойму. Это все на показу, что ли, было, или что? Нет. Света, поцелую. Где у тебя еще есть? Показывай, я тебе сказала. В компьютере ничего нет, я тебе скажу честно. Показывай, здесь у тебя есть, показывай. Нет, нету, серьезно ничего. Быстро. Кусть, у тебя нет ничего моего там записи? Быстро я тебе говорю. Сейчас дома посырю. Я сейчас назовью этот компьютер, я тебе еще раз говорю. А ты дед у меня. Там нет ничего. Ну не психуй, малыш, не психуй, поставь его. Отойди от меня, я тебе говорю. Там нет, слуха. Ну-ка отойди от меня сейчас. Просто отойди от меня сейчас. Да, это новый. Жег, он, понимаешь, жег дневник. Просто нашла сейчас в туалете второй дневник, понимаешь, слуга. Стоит, сидит по ночам, или я не знаю, когда выписаны дневнички. Смотри, пусть. Маша, Маша, Светлана, 21 год. Костромашка, приехала ко мне, Ольга, вдвоем. Ой, 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 ручкой-то голову пробить можно, вы чего? Когда началась драка, я ему сказал, что возьми кинь шарапула, уберись. Подарите, подарите. Все, 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 только не зародись. Тихо, извини. Тихо, Павел, шутки. Тихо, Павел, шутки. Меня почему? Тихо, тихо, тихо. Интеллект, минус, короче. Ты ума сошел, что ли, придурочный? Слышишь? Была жесткая. Вот, короче, я прочитал. Прочитал, прочитал. Ой, 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 покалечили чувака. Круфи, девица. Подождите. Да подождите, да подождите, все нормально. Тихо, рубашку не испачкай. Настолько он глуп все-таки оставил этот дневник в туалете сраном. Уже сраном, да? Вы же вроде убираете. Ну ты давай приходи в себя, Нелька. Подожди, как прийти? Ты уже отомстила. Я не... Ты его череп проломила, раскроила голову. Ну хватит уже. Все, ты отомстила. Подожди, мне нужно, понимаешь, чтобы человек... У него теперь даже игрушечки нет. Что он будет делать в туалете-то? Дневника нет. Ты представляешь? Еще и голову ему разбила. Слушай, я тебе еще раз говорю, пусть вот эти все телки, которые в дневнике, значит, он с ними пусть и строит отношения. Слушай, а башина Вика? Пухленькая, миловидная. Находчивая девушка-мужчина. Девушка-мужчина? Нет, это было... Очень интересно. Нет, это было интереснее, где-то прям... Она запечется, получаешь? Денька, более мягкая и пассивная. Да, все тебе. Света такой. Ох ты мой, Денька, Света. Где даже сравнение какое-то. Давай убирай свой лицо. Лицо в пять. Зачем? Что ты сейчас можешь... Кровь льется у тебя. Это нормально, там не надо без вражения. Я не знаю, я боялся, чтобы голод отрачен. Всегда. Нет, она не там. Кит, у тебя кровь, там раны огромные. Да ладно, я надо там. Ой, страшно-то как? Где у тебя конкретно? Йоби приехали ко мне. Мин, такое-то ужас страшно. Ну ничего страшного, Маша. Ну там рана огромная. Ну что, пересадила? Йода мне надо, перекись нужна. Надо лёд, вообще. Еще ничего не надо. Маленькая дырочка. Что ты сейчас обоспать? У него мозг вытекает. Зеленкой надо еще помазать. И что это? Если бы у меня был бы мозг, я бы не забыл эту штуку на туалете. А где она? Ну вот. О, балдец. Последний экземпляр уничтожен. Вчера в ночном клубе они сильно поссорились, и Никита оставил Нелли ночевать одну, покинув городскую квартиру в неизвестном направлении. А вернулся он только утром. Привет. Привет. Эй. Где вы были? Прогуливался. Прогуливался? Да. Прогуливался. Ну, как гуляется? Что, не спишь? А? Как гуляется? Нормально. Нормально? Нормально. Прогуливается. Дальше, потом. Слушай, потом ничего. Потом. Где ты был? Здесь гулял. С кем ты был? Один. Гулял. Дальше, ты переживал. Доброе утро. Так что там с этой, с Нелькой-то что скажешь? У них был скандал ночью. Я сквозь сон слышала крики. Ой. Они сходили вместе в клуб. Нелька говорит, что... Растанутся. Знаете, почему растанут? Они растанутся. Никитос молотый. Там были его друзья, ну, Никиткины, которые там вели себя как-то несколько по-хамски. Только там Нелька отходила, там, допустим, в барных стойке, кто-то из друзей Никитоса там подбегал, хватал ее руками и кричал, там, какая-то дикая кошечка или еще какой-то бриз. Да ты что? Вот. Ее это подбесило. Но она Никитке сразу не сказала, а потом уже, когда в машине ехали, она сказала. Он развернул машину, такси обратно, поехал, пошел разбираться с теми друзьями. А когда они уже вернулись с Нелькой домой, здесь он уже начал, а, да это ты сама от меня отходила, ты должна была меня держаться, ты сама ходила всех, провоцировала, чтобы тебе приставали. Ну, в общем, ор тут был дикий. Никитос орал, я слышала, и Нелька. Все, а потом он, короче, собрался и куда-то ушел. Знаешь, куда он ушел? Нелька сказала, что он 10 утра вернулся. Гулять. Знаешь, куда он ушел? Она говорит, он не изменил. Маша, ты точно не знаешь, куда. Если он не изменил, она говорит, я уйду с проекта. Нормально. Я, говорит, не знаю, как строить дальше отношения, если человек не изменяет. Это заявление, знаете, в духе Нелли. Если он не изменил, я уйду с проекта. То есть, получается... Ну, она говорит, что мне тут дальше делать? Нет, мы делаем вывод, что она действительно любит Никитоса. Ну, получается так. И я вам могу сказать, что если это так, то для Нелли это действительно конец. Я вижу вас всех по телевизору, да, кто-то мне нравится, кто-то мне не нравится. Но я вижу одно, что то, что происходит, это нужно менять, да. Я Рами Шамас против каблука пафоса, жадности, глупости, синдрома блондинки, бездействия, быдла, зависти. Да, я хочу, я хочу, чтобы люди были открыты, чтобы они говорили то, что они думают, да. А постоянно, а постоянно, знаешь, тут всякие, да, нет, да, нет. Говори прямо, отвечай, как ты думаешь, понимаешь, вот. И я... Вот, и моя футболка, я хочу показать, да, я подготовил против, да, что мужчины должны быть лиснистями, да, а не так, тряпками. Вот, вы хотели мужчину настоящего, да, я пришел, кстати, к Нелли. Ну, Рами, прекрасное заявление, только вот чуть-чуть вот это бакинское постоянно «купи помидоры, да», вот оно чуть-чуть напрягает. Такое ощущение, что ты от нас, от всех вот ищешь этой поддержки, а настоящие революционеры, им поддержка не нужна, они же уверены в том, что они все делают правильно. Ну, и плюс, я сделала вывод только один, Рами, из твоего заявления, что все то, что ты сказал, обозначает ровно следующее, что ты будешь здесь бороться с Дарьей Черных. Правильно я понимаю, Рами? Как бы, с одной стороны, может быть и так, да, но не только в ней, потому что мужчины тоже себя ведут неправильно. Ну, не надо сразу, вот подожди, это уже не Че Гевара, секунду, секунду. Не-не-не, это прямо сейчас была не Че Гевара, конкретно. Можно мне сказать, ты мне дай ответить, мне же не сказать. То есть они уже не принимаются. Дай мне сказать, пожалуйста. Ну, нечего ты меня перебиваешь. Нет, не дам, Рами, я тебе... Во мне договорились. Ты шел на проект, ты здесь каждый день сидишь со всеми скандалишь, расскажешь себе, дай мне хоть сказать. Нет, Рами, я вам не дам сказать, потому что вы говорите абсолютно не буду. Бла-бла-бла-бла-бла-бла, ну дай мне сказать, ну поговори. Нет, не дам. Почему? Потому что вы не отвечаете на мои вопросы. Я вам задам вопрос, вы на него просто ответите. Все, а вы не перебиваете меня. Вы будете бороться с Дашей Черных? Буду. Прекрасно, вот, уже хорошо. Так, со мной будете бороться? С вами обязательно, в первую очередь. Тогда боритесь, пожалуйста, вам карты в руки. Предлагаю перейти к вопросам. Дорогой Рами, много таких, как ты, приходила сюда, видали таких, как ты. Много еще придет. Да, мы уже, девочки, все каблук начищаем хорошенько, так подтачиваем. Просто скажи, пожалуйста, что тебе так в каблуке-то не устраивает? Это же мечта мужчины каждого. Какого мужчин? Так, ребят, давайте я хочу вам, кто мечтает попасть по джентльскому каблуку? Скажите мне, пожалуйста. Раз, два, три. Я мечтаю уже так. Молодцы. Значит, я пришел по адресу. Я пришел по адресу. Ты знаешь, не зли меня. Давай, поднимай руку. Вот. Друзья, кульминационный момент. Вопрос от Нелли. Рами, что ты будешь делать для того, чтобы я обратила на тебя внимание? Я очень далеко от поляны, тем более сейчас нахожусь. Первое, я хочу как-нибудь тебя телепортировать. Вот эти цветы, подарить их тебе. Я как бы не знал, что тебя здесь нет. Но в любом случае, это для тебя. Мне отдай, я передам. Все, я вот торжественно передаю. И второе, я подарю тебе свое сердце. Вау. Вау. Это все, да, все. Unbreak my heart. Кажется, у него целый килограммчик сердечек. Собчак заделок. Ну хорошо, передаем слово поляне. Вопрос следующий. С кем бы вы точно не стали строить отношения? Точно. Точно не стали? Нет. С девушкой? А где вот тут с ней, наверное? С кем? С Дашей? С Дашей. А иди-ка, у тебя? С кем не стал бы? Точно не стал. Я скажу, с кем бы я стал. Я бы стал строить отношения только с Римой здесь. Пока я никого больше не... Все остальные? Остальных я просто рассматриваю как девушки. Девушки все цветы жизни. Но я не могу какой-то определенной девушке сказать. Все девушки по-своему красивые. Меня устраивает. Хорошо, следующий вопрос. Здравствуйте, мальчики. Спасибо огромное за цветы. Порадовали, честное слово. Мне первый раз дарят такой огромный букет цветов. Спасибо большое. Меня интересует такой жизненный вопрос, мальчики. Были ли у вас отношения? Как долго? Почему разошлись? И что вы не приемлете в женщине? Были у меня отношения. Я был женат. У меня есть даже Рима ребенок, сын. Пять лет я с супругой, с бывшей я развелся. Не сошлись с характерами, скажу так. Что касается отношений сейчас на данный момент с ней. Но мы с ней не общаемся. Я просто помогаю ребенку. Финансовая помощь. И у нее уже другой брак. Окей. Так, и что ты в женщине не приемлешь? На то вы и женщины, что вы должны быть такими, какие вы есть. Ты на кассерике сказал, что нужно заниматься спортом. То есть ты не любишь толстых женщин. Нет, смотри. Если ты себя чувствуешь, гармонию так, что тебе очень хорошо... Гармония так и прет. Рами, были девочки? Были. Два года встречался и разъехался. Что не простит женщине? Обман. Ложь именно в отношениях. Когда человек не любит, то говоришь, что любит. Вот это я не приемл. Окей. А так и было. Вот вы себя относите к однолюбым или к бабникам категории какой? То есть легко вы переключаетесь с одной девушкой к другой? Я однолюб. То есть все, если выбираешь одну женщину, только следуешь за ней? Да. Я тоже. Хорошо, с мальчиками, по-моему, все ясно. Сейчас вас девочки уже тет-а-тет будут там разделывать на отбивные. Давайте, увидимся на стройке. Ребята, Рами, я жду встречи с тобой. Секундочку, можно секундочку одну? Так как я пришел делать здесь революцию, правильно? Вот, я сделал майки такие же, как у меня, ребятам, да? Я надеюсь, что они меня подедут. Римма, держи. Самый большой размер. Бери мне, мне. Рами. Кому, налетай, налетай. Рами, ты зачем девочкам это вручаешь, скажи, пожалуйста? Да это всем. Давай, бери. У меня эксцентр. У меня эксцентр. Так, это, наверное, мне. Дашунь, дай мне большую эту. Спартак, ты хочешь, чтобы я ее и делал? Спартак, я тебе с этого не одеваю. Ты же был про, ты же подкаблучник. Все, я буду. А зачем ты одеваешь ее? Может, ты не будешь позорить? Ну, конечно, ты можешь одеть, да, и быть против. Но все, так ты же сказал, что ты дам. Пойдем поговорим, Неленька. Ну, Неленька. Ну, я пока не готова. Ну, Неленька, ну, пойдем поговорим. Ну, пойдем. Я не хочу. Ну, пойдем поговорим. Ну, что ты не хочешь? Ну, попозже, нет, попозже, возможно. Сейчас не хочу. Попозже, возможно. То есть у меня есть шанс. Да, у тебя есть шанс. У меня есть надежда на то, что мы с тобой вообще поговорим. Да. Спасибо. А может, сейчас? Нет, сейчас не хочу. Нет, я хочу сейчас. А я не хочу сейчас. А я хочу. Ну, ставь на колени, что ли. Никитос. Мне не нужно колени. Никит, может стоять до цветочной лавки для бюджетных примеров, пацанчиков? Я не хочу сейчас разговаривать. Да ей-то что должно быть стыдно? Тебе вообще наплевать. Я вам скажу, Никитос прекрасно понимает, что он накосячил. Сейчас вот это идет защитная реакция. Он надел морду, которая просит кирпича. Смотрите, вы мне так никто не может объяснить, в чем я накосячил. Жанна будет желтый колгот, когда бы вот как-то что-то выразить. Подождите, вы мне никто не может объяснить, в чем я накосячил. Ты говоришь, я накосячил. Да ты ушел и не ночевал дома. Подождите, если моему дорогому человеку было неприятно вообще, что я ее трогаю, что я лежу на кровати, что вот этот плохой мужик находится рядом, простите, но я изволю удалиться. Дорогой плохой мужик, что ты говорил этой женщине? Что я говорил этой женщине? Ну вспомни, что ты говорил. Я помню, что я говорил. Ты помнишь? Да, прекрасно. Прекрасно. А ты помнишь вот эти предъявы? Что-то мне в последнее время стало все не нравиться. Что-то мне все надоедает. Надоедает? Дорогая, буду уходить, значит, если надоедает. Ну уходи, значит, убегай. Сейчас же прям. Гляди, не я ли там несусь? Сейчас чувствую, кто-то выйдет отсюда, поедет продавцу арбузов. Правда, что ли? Да я никуда не поеду. Он сам сюда приедет, Никит. С цветочками, с арбузиками. Слушай, а это уже похоже на ревность. А, продавец арбузов. Поднимай, как новый пришел. Да нет, просто не в этом вопрос. Либо к адоне там, либо кто. Занимайтесь своими вещами, если я не устраиваю. В чем-то? Произошло то, что я не хочу слышать. Ну может быть, ничего не произошло. Что-то там физическое какое-то было. Понимаешь, я даже сейчас спрашиваю, ты сможешь простить? Естественно, я смогла бы простить, вот как вот если вы бы, да, там по два года, блин, жили. Можешь. В принципе, сраная неделя какая-то пролетела, понимаешь? Нет. За эту неделю, в принципе, я тебе просто говорю, по факту люди не могут привыкнуть друг к другу. Вы стали близки. Подожди. Или ценить там, да, друг друга. Но за эту неделю, вот я еще раз говорю, я на проекте три месяца, и здесь начинаешь ценить уже малейшую деталь какую-то, понимаешь? Слушай, у меня появился сейчас человек за эти три месяца, ну, которому я действительно какие-то, ну, эмоции испытываю, понимаешь? Я не говорю про влюбленность, любовь, ну, интерес, симпатию. Эль, он тоже это испытывает. Испытывает просто, ну, ценность нужно ощутить. Цветочки тебе, кстати. Не угу, а тебе. Приятно. Ну, я тебе подарил, а не там кто-то еще. Ну, спасибо. Не за что. Давай-ка. Ну, я с тобой. Ну, что? Ну, что? Ну, нет, ну, понятно, спасибо за цветы. Очень приятно, да. Приятно, да? Да. Нигде я не был сегодня, ни на какой девятьсот пятого года, ни с какой женщиной. И что? Был я с товарищем. Где-то мы в баре. Так ты определись, либо ты по улице гулял, либо с товарищем. Я тебе правду говорю сейчас. Ты не дуйся. Ну, хорошо. Извини меня. Извини меня. Извини меня. Да, да. Извини меня. Хорошо, хорошо. Ну, что хорошо? Ну, что вот это начинается? Ну, ничего. Ну, что это, ласточка моя? Ну, что у нас? Слушай, ты наговорил мне столько вещей. Ну, наговорил, столько вещей наговорил. Столько вещей. Ну, все. Да, с горяча наговорил. Слушай, нормально, горячо? Нормально. Прости меня. Я извиняюсь. Мне интересно, брат. Почему ты звонила электровки мне? Потому что я от тебя ушел, чтобы ты была виновата. Да я думаю, не поэтому ты ушел. Не поэтому? Не, не поэтому. Я не забуду тебе это, я тебе сказала. Ну, конечно, ты меня там слышишь. Не забуду. Ты мне уже начнешь мстить. Интересно, как? Ты думаешь, какую-то ерунду? Какую? Оскорблять меня пытаешься всяческим образом. Зачем хотя? Вы же собственные мужчины, зачем ты его оскорбляешь? Слушай, а зачем ты собственную женщину оскорбляешь? А как я женщину свою оскорбляю? Я готов ее на руках носить. В буквальном смысле слова. Хочешь кушать? Нет. Ну, кушай, я тебе принес эти ровы. Спасибо. Ну, кушай. Кушай, есть, знаешь, что еще? Больше ничего нет. Бутерброд из красной икрой хочешь сделать бутерброд? Нет. Нет? Нет. Ну, что ж ты хочешь? Чтобы я одел розовые очки? Смешно. Ну, мы были вчера неправы. Да правда? Ты был неправ. И ты зам знаешь это. И ты признал эту свою ошибочку. Ладно. Ну, я был неправ. И после этого умчался. И был потом еще раз неправ. Вообще неправый весь. Весь неправый. Я же звеневаюсь. Ну, хорошо. Ладно, да. Но... Что? Знай. Что знаешь? Что так быстро у меня из памяти это все не выветривается. Тогда надо сделать посильнее. Давай сюда свою память. Будем выветривать. Мне не смешно сейчас. Я вижу, что тебе не смешно. Я тебя предупредила. Окей. Я понял. Понятно тебе? Да. Надо на меня садиться. Хочу. Да, вот я не хочу. Я не хочу. Я хочу. Я хочу. Я не хочу. Я хочу. Я хочу. Дай я тебя покормлю. Давай. Давай. Лишь кушать. Я попросила выходной. Мне разрешили с тобой сегодня погулять. Сказали, что я могу тебя с тобой взять. Могу. Ишь, я очень рада. Слушай, только это. Как-то надо тихоря. Да. Ты либо отпроси сегодня китоса, либо как бы свали потихой. Да, да. Вот так вот. Я сегодня встречаюсь на Пушкинской площади. Вот. И я думаю, что туда подъедешь. Угу. Я вот такси буду вызывать на полденнадцатого где-то. Угу. Вот так вот. Что там мальчик новый? Ой, мальчики вообще оба хорошие. Слушай, прям оба прям. Я тут прям такой, знаешь, настроенный. Я говорю, ну ты посмотри. Что мне интересно. Смотри. Я говорю, ты, ну ты. Я говорю, я тебе могу сказать и сто процентов. Вариантов ноль. Кто? Он, неля. Я говорю, вариантов ноль. Кто? Неля. Ну и так далее. Я сама понимаю. Мне нравится, мне нравится. Ну он маленький. Он маленький. Он моего ростика, наверное. Это неважно, какого роста. А, да, Кадонин у нас тоже невысокий. Ну, да. Понимаешь, он прям идет по этой линии и ему абсолютно наклевать на всех. Песенька прикольная, да, такая? А я прям, знаешь, распирялась. В живую пел уже. Да, да, молодец такой. Я прям распирялась. Не знаю, что сказать. Я говорю, блин, такая песня, спасибо. Вот. И я ему даю вопрос. Слушай, а если я тебе говорю нет, у меня же есть мужчина, ну, что ты дальше ждешь? Нет. Ты и все. Только ты. Ну, видишь, как хорошо, молодец какой, да. Я подумаю. Я от тебя каких-то не увидел вопросов, разговоров по поводу того, что можно ли идти или нет. Слушай, ты у меня спрашиваешься, когда ты уходишь? Ты спрашиваешь? Ты никуда сегодня не идешь. Да сейчас прям, ага, точно. Ты не идешь. Не, подожди. Не веришь? Ты позвонил, а кому-то и встреча не назначилась, поэтому ты меня не отпускаешь. Может быть, но ты не идешь никуда. Да сейчас прям, ага. Да не сейчас вообще. Точно. Точно. Вчера он шарахался, где ему нужно было, а сейчас он, видите ли, включил мужа такого, тирана, никуда ты не пойдешь. Я не тиран, но сегодня ты никуда не идешь. У меня сегодня нет настроения. У меня сегодня есть настроение на романтическую ночь. А у меня нет. А у меня есть. У меня вчера это настроение, тебе говорят. А у меня есть. А у меня есть. А у меня есть. Сегодня наоборот. А у меня есть настроение на романтическую ночь, и поэтому ты сегодня, моя любовь, никуда не идешь. Да точно. Да точно. Ну, конечно. Слушай, когда у меня есть настроение тебя видеть с собой рядом, тебя почему-то не эту. Да, да. Я не наблюдаю тебя своими глазами рядом. И шарахнусь где-то там под ласками. Сегодня ты будешь наблюдать меня всю ночь. Сегодня ты будешь наблюдать меня просто всю ночь. Не надо закрывать дверь. Сломаешь дверь и выйдешь. Слушай, ты что такой обнаглевшийся? Сломаешь дверь и выйдешь? Нет, подожди, а почему такой обнаглевшийся? Ты перешагнешь через мое мнение и уйдешь? Ты перешагнул вчера через мое мнение и ушел. Ты мне ничего не сказала, когда я уходил. Слушай, я потому что спала. Если бы ты меня остановила, я бастал. Я спала, потому что. Ты не спала, ты все слышала и все видела. Я не слышала ничего. Ты все слышала и все видела, когда я уходил. Подожди, я слышала, что ты вышел. Я думала, может быть, ненадолго вниз. Да, может быть, я одел джинсы, взял телефон, оделся. Я не наблюдала, что ты взял. Вот я тебе еще раз говорю, ты накосячил вчера, непонятно, где ты вчера был, и сегодня я пойду, понятно? Можешь сломать дверь и уйти. Уходи. Ты сегодня целый день просил прощения, что сейчас-то я что-то не пойму. Я тебя не отпускаю никуда. Мне что, ломать дверь? Или ты отдашь ключ мне? Нет, я тебя не отпускаю никуда. Я понимаю, что ты не отпускаешь, я это слышала уже. Ну и все. Давай ключ. Нет. Ломай дверь. Но я ключ тебе не дам, Нелли. А почему ты мне не дашь его? Потому что. Я хочу тоже потусить, как и ты. Это ключ от моей двери. Понятно? Давай. Что ты сказал? Это ключ от моей двери. Я понимаю, твое, вот зачем ты сейчас сидишь. Остальное все здесь не твое. Все мое, это моя квартира. Слушай. Я хозяин квартиры. Как твоя, так и моя тоже. В том числе. В том числе. Не в том числе, а как твоя, так и моя. Так что я такой же равноправный хозяин этого ключа. Давай. Я тебе сказал, что ты никуда не идешь. Я понимаю, что ты мне сказал. Я тебе говорю, дай мне ключ. Я тебе ничего не дам. Я тебе... Что ты хочешь? Я тебе сказал, что ты никуда не идешь. Ни с ключом, ни без ключа. Никуда. Я понимаю, что ты сказал. Я тебе тоже говорила. Никуда не идешь. И тебе так же наплевать на это. Понятно? Тебе так же наплевать на это. А теперь я ухожу. Давай. Хрен тебе. Нет, не хрен. Нет, не хрен. Нет, не хрен. А ключ. Давай. Да не идешь. Слушай, ты мне вчера уже взялся. Что вчера уже взялся? Синяк остался на руке. Давай ключ. Мелия, я все сказал. Я тоже много чего говорю. Я не хочу, чтобы ты никуда ходила. Слушай, я вчера не хотела, чтобы ты куда-то уходил. Почему ты не молчала тогда? Почему ты орала на меня вместо того, чтобы остановить меня? Взяла бы меня за руку, я бы остановился. Нет, подожди. Я должна на коленях что ли просить, чтобы ты не ушел? Взяла бы меня за руку, я бы остался. Да я не знала даже, что ты способен на это уйти. Что, ну, способен. Ты сейчас валишь? Я тебе говорю, Нелли, я не хочу, чтобы ты угулял. Ты вчера погулял, теперь я хочу погулять. Я хочу, чтобы ты осталась, потому что... Я понимаю, что ты хочешь, я тоже много чего хочу. Давай ключ. Тогда собирай все свои манатки и вали нафиг. Да никуда я не буду здесь собираться. Вместе с манатками. Да правда, что ли? Я точно никуда не собираюсь. Свои подружки. Если тебе подружки дороже, чем твой молодой... Тебе друзья дороже. Тебе друзья дороже были, понятно? Давай не будем кричать. Если ты тусовка и бухло дороже, чем твой молодой человек, собирай вещи и вали. Ах ты сука такая. Тебе вчера то же самое я могла сказать. Тебе дороже были твои друзья, и ты ушел. А тебе было наплевать. Вот и все. Ты, да ты. Давай ключ мне. Я тебе все сказала. Я тебе тоже все сказала. Если ты делаешь свой выбор, делай. Меня не надо перед таким выбором ставить. Меня не надо ставить перед выбором. Я схожу с подружкой, ненадолго посидим в ресторанчике. Все. В каком ресторанчике? Вы идете в клуб бухать и плясать. Мы не идем в клуб. Мы идем в ресторан посидеть. Что ты угукаешь? В ресторан посидеть? Да. Сколько? На три часа? Да. На три часа тебя пустить? То есть через три часа ты здесь будешь? Да. А Катя где будет? Катя будет на поляне. Катя будет на поляне. Катя с утра с тобой приедет на поляну. Нет. Нет? Что ты улыбаешься? Ты никуда не идешь. Давай. А если не так? Если тебя через три часа нет, то что? Я буду через три часа? А если тебя не будет? Ну мало ли что случилось у меня. Что может случиться у тебя? Попала в пробку. А, следовательно, то есть ты уже находишь отходные пути? Нет, не нахожу. А когда я тебя жду... Ты через три часа будешь? Когда я тебя жду в определенное время... Ты будешь через три часа или нет? Я тебе говорю, да. Да, ты будешь. То есть сто процентов. Не сто процентов. А сколько процентов? Не знаю. А вот эти... Ну постараюсь? Вот эти вот... Нет. Как нет? Либо ты через три часа после того, как ты выходишь из этой двери, не возвращаешься. Нет, мне не надо условия ставить. Мне не надо ставить условия. Не надо. Когда я тебя жду, тебе наплевать абсолютно. Не надо ставить условия. И ты с такой нахальной улыбкой приходишь и говоришь, да, ну и погулял, ну и что? Да. Сегодня я не хочу ни гулять, ни чтобы ты гулял. А я понимаю, что ты вчера уже нагулялся. А куда не идешь? Я это понимаю все прекрасно. А сегодня мой день? Нет. Сегодня не твой день. А ты чего боишься, скажи мне? Я ничего не боюсь. А почему не отпускаешь? Просто не хочу. А почему? Потому что. Я хочу сегодня провести с тобой время. А я вчера хотела. Ну и наворотник. А мне тоже наворотник сегодня. То есть я наворотник. Я собираю шмотки. Да не буду я собирать шмотки. Я здесь живу, понятно. Если надо будет тебе, сам собирай шмотки. То есть ты готова ради тусовки со мной расстаться? Ты готов ради тусовки вчера был со мной расстаться? Хорошо, иди. Подожди. А почему ты мне ставишь такие условия? Либо расставание, либо тусовка? Мне интересно. Потому что ты не можешь без своей тусовки. Иди. Подожди. А ты можешь? Ты можешь? Скажи мне. Ты можешь? Ответь мне на вопрос. Ответь мне на вопрос. Иди, Налья, иди. Я с тобой разговариваю сейчас. Иди, малышка. Тусуйся. Метка. 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 Продолжение следует...